Садчиков не везет вообще. Без него это трудно начать. Я скажу, что это мое третье пришествие в Ленинград, в Санкт-Петербург. Первое пришествие было в 1980 году. На этой же сцене, где у нас будет премьера, был спектакль Эльги Рахлина «Москва Олимпийская». Я был сценарием вот этого самого действа. Потом второе пришествие – это большое, радостное для меня, семь лет театра «Верх» Эрми Комиссаржевской. А третье – это набережная Ялты, где навстречу мне шла прелестная дама в большой шляпе с сценарием-помышкой. Это была Ирина Бронцева. Что касается моего соавтора, дорогого Александра Сергеевича, которого я наблюдал всегда со стороны, когда он работал с потрясающим поэтом, с Леонидом Дербеневым. У нас опыт, Саша, у нас с тобой фильм был какой-то дурацкий, стереофильм, помнишь? А у нас мы твой шляпой с трясняком написали какие-то песенки туда. Вот. Наш дорогой руководитель Ирочка дала мне эту пьесу, которая мне показалась очень приятной. И работа у нас была вот по этой оси, оси Ялта, Ялта, Борис, Санкт-Петербург. Мы так перезванивались, передавали ноты, по аранжировке, по скайпам, по смскам и прочим. Вот. И что будет, я тоже с трепетом жду завтра. Но то, что команда собралась, талантливых молодых людей, меня, господи, убеждает в том, что мы не должны проиграть эту творческую беду. Ну а что еще? В общем-то все хорошо. Я рад, что столько журналистов пришло, что такое внимание к нашему действию. А сейчас, наверное, поговорим, будем ждать вопросы. А это, конечно, пить для части. Спасибо за внимание. Завтрашний день очень много. Достат ответ на твои все вопросы. Завтра премьера мы увидим, что у нас в результате нашего коллективного творческого труда получился. То есть такая ситуация тревожная? Не тревожная, она такая... И на мировое сообщество вздрогнет. Потому что каждый отвечает за свой сектор. Вот, сенсорий за музыку, я за стихи и так далее. Это наш вклад общий. Общее дело, если это сложится, то это будет явление. Не сложится, это будет явление только нашей страны. А так будет мирового. А вот человек мира у нас, и постарше, Илья Рахмировича. Немножко. Александр Ильич, как ваше мнение? Я тоже раздобрал, и завтра сегодня. Так трудно сказать, так же, как был бы по моим песням. Придеть и положить, и сказать, что будет ли эта песня популярна, или не будет, невозможно. 7%, можно сказать, конечно. Больше не надо запомнить. Саждай, скажу. Вот Александр Ильич правильно сказал тебе по поводу песен. Потому что, когда пишешь, мы пишем сейчас в мировой шляпе. Ничего никогда не получится. Верно? Вот мы там с Павловсом. Была песня «Возвращение», ты и я его правил. Потому что мы клипы снимали, думали, все. И ничего. Только со временем она так вошла в нашу жизнь. А неожиданно вдруг, когда все это собирается по частям, по крошкам, по эмоциям, вдруг это выстреливает и становится предметом, так сказать, удовольствием зрителей наших. А это то же самое и с этим, так и мне кажется. Когда мы выпускали «Шербургские зонтики», все первое деление смотрело в Театре Ленцовета на Леграна, седьмой ряд по срединке. Не уйдет ли он? Потому что Мишель Легран, такой автор, который может бросить рижерскую палочку, прервать репетицию, встать, посредине уйти, если ему не нравится. И вот это было мое зрительское ощущение. Я сидела в театре и смотрела все время туда. Значит, когда закончилось первое действие, он встал и первый зааплодировал. Вот после этого выдохнула и смогла смотреть спектакль дальше. Этот спектакль в дальнейшем получил 23 премии за один год. Там «Золотые маски», «Золотые софиты» и много других. Значит, сложилось. Но мемьера, это очень важно, потому что рождается ребенок, рождается новое детище театральное. И мы хотим надеяться, что Александр Сергеевич является тем вниманием, которое окажет зритель и вы наши коллеги. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я уже говорил, что я хотел когда-то, потому что давно это сделал. Но это не получилось. Благодаря отметине, это все-таки все получилось, что это вот так я дописал до конца. Но я вообще всегда работаю с энтузиазмом и склониваю максимум, что я могу сделать. Мне не нравится, говорят, что я сделаю, я открою ничего. Через какое-то время я смотрю, нет, можно сделать лучше. Я буду делать лучше. Даже было здесь вот как бы для этого сценария. То есть для этого Эльбре тоже подписал новую музыку. Ответил я вам или что-то какое-то еще? Вы хотите узнать какую-то музыку? Что-то современное звучание особенное, что вас пропитывало? Что современное звучание? Ну, понимаете, когда я писал для фильма, у меня была своя студия. Я выбирал исполнителя. Я выбирал музыканта. Ну, у нас, когда пьян, когда я вразили, я могу записывать такие инструменты всякие. Здесь у меня исполнитель театра. У меня оркестр определенный. Я не могу, чтобы мне. Поэтому здесь все иначе. То есть я пишу уже на исполнителя театра. Я не могу, вот, а вот это, я заменю, вот это поставлю. А вот здесь появилась будет Таня Циферова, а здесь будет Толина, а здесь кто-то. Я обраничил вот эти, и именно вот там, как я работаю. Это сложнее? Это сложнее еще? Да. Хорошо, сложнее это или нет? Ну, просто, там я сразу вижу результат, а здесь я не вижу результат. То есть я написал партитуру, я его сделал, а как его будет, я не сделаю, только завтра вывожу. И это сложный отчет в этом. Конечно, если бы я сделал, был петербуржец и здесь бы жил, я бы был на всех репетициях, наверное. Может быть, это было бы что-то там я поменял, что-то изменил там. В лучшую сторону, не знаю, но я понимаю, что я всецело доверял и Дмитриевне, и всем, которые работали над спектаклями, и режиссеры, и балетмейстеры, и дирижеры. Так что, надеюсь, что все будет, мне должно понравиться. Спасибо. На прошлой пресс-конференции говорила, повторюсь, после шербургских зонтиков нам ничего не страшно. Потому что то, что мы прошли, чтобы получить права в Сети Лайс Продакшнс, когда они нам чуть не сорвали примеру, все время требовали чего-то нового, 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 и полтора года переговоров и требований, сейчас мы тем не менее. Мы не столь агрессивны, не столь отталкивающие себя вели, и тут проблема была в том, чтобы разъяснить им, они никак не могли понять, вообще на Западе не понимая, что такое, например, репертуарный театр. В них не принято. Там есть репертуарный театр, их конкурентный. Поэтому им пришлось все объяснять, разговаривать с ними по телефону, писать им. Потом выяснялось, что их представитель, агент по защите их авторских прав, просто не заключил с нашим РАО, вообще лицензию забыл. И в конечном итоге наша московская РАО сказала, а вы работаете с ними напрямую. Мы это и сделали. Это, в общем, иногда оказывается проще. И, в общем, они достаточно спокойно вели переговоры с нами, не выставляя таких жестких требований. Но они потребовали перевести пьесу на английский Константина Федорова «Что мы сделали?». Они потребовали буквально недавно прислать им стихи, на что наш юрист, представляющий наши права, написал им, что «Ну вы уж извините, уж поэзию переводить на английский мы дословно не будем». Вот. Слишком на горлое удовольствие, особенно поэзию Лерезника. Вот. А вот что касается просто текстов, мы специально вынесли в название номеров все имена призовских персонажей. Мы действительно придерживались этой пьесы в основе, исключая главную идею и финал. Ну, это будет для них сюрпризом, когда они приедут. И мы написали им общее содержание стихов. Никаких писем, которые бы нам запретили это делать, мы не получили. Мы долго очень ждали. Раз нет запрета, значит, есть согласие. Тем более, кто-то хочет приехать, значит, вроде все нормально. Таким образом, достаточно спокойно прошли переговоры, только очень долго. Они все очень долго думают. Вот следующий наш проект, о котором я пока говорить не буду, он уже обозначен конкретными представителями одного очень известного композитора на Западе. И там очень оперативно описались. А вот здесь было долго и как-то так, знаете, немножко неконкретно. В конечном итоге семь лет, которые нам разрешили, это не два года. Нам легче жить с этим будет, потому что мы будем знать, что мы можем спокойно ездить на гастроли. У нас уже, не глядя, есть приглашения на гастроли очень серьезные. Я просто поражена, когда... Ну, видимо, продюсеры уже нам доверяют, смотрев наши предыдущие спектакли. Нам уже поступило несколько предложений о вывозе 31 июня. После чего я им просто сказала, ну, вы сначала посмотрите, пожалуйста, материалов. Может, вам... Нет, вот мы хотим. Я отношу это за счет Александра Сергеевича Зацепина. Прежде всего, потому что композитор, ну, что говорить, он сам знает, что он легенда. И я это не устаю повторять. Ну, и не будем очень скромничать, все-таки театр «Караболь» дает достаточно качественный продукт. То есть те гастроли, которые у нас были, в том числе зарубежные, собирали залы, а потом эти залы собирали следующие залы, потому что все друг друга рассказывали. У нас были гастроли в рамках «Золотой маски», деньгами Министерства культуры России и «Золотой маски», потому что, ну, скажем, это последний проект. Поэтому хочется надеяться, что наследники приезда, если приедут, они разочарованы не будут, может быть, будут удивлены, потому что мы вообще на самом деле делаем для нашей формы спектакль. Потому что российский театр — это не западный театр, и российский мюзикл — это не западный мюзикл. Мы берем в них самое лучшее, самое прогрессивное, мы смотрим на них, мы входим на их, так сказать, работы. И тем не менее мы хотим не просто шоу, мы хотим, чтобы междостройщие было всегда, потому что русский зритель, российский зритель и российский театр традиционно хочет не только поплакать и посмеяться, он хочет чуть-чуть еще и подумать. Хотя бы чуть-чуть. На Западе мюзиклы очень часто превращаются просто в шоу. Шоу тоже нужно в этом жанре, но дозировано. Так что хочется надеяться, что вот этот процесс, который, я надеюсь, закончится переговорочный, он не будет столь же тяжел в дальнейшем, как он был в предыдущем нашем проекте. А после семи лет можно продлевать? Конечно, да. Мы вот Леграновский проект продлеваем каждые два года. Мучаемся, пытаемся каждый раз им объяснить, что есть там свои проблемы. При продлении проекта не может быть первоначальных условий и так далее. Особенно сложно то, что связано с отсутствием нашего стационара, потому что мы большую часть средств тратим на аренду чужих залов. Спасибо большое нашему учредителю, который это понимал, потому что мы бы никогда не смогли, не имея отстроенного театра, у нас театр есть, но просто в нем пока играть нельзя. Это будет очень хороший театр, как говорит Буратино, это будет лучший театр в мире. Но пока вот играем у наших коллег, со всеми дружим, всем платим большие деньги. Поэтому вот пока вот так. Последний вопрос. Песни я просто, например, приведу из «Кавказской племеницы». Не нужно было долго играть. Один раз фильм прошел, и стал отбелся, но будет делать не в этом. И я считаю, что, допустим, песня из какого-то музыка, из первого времени, из другого, из другого, это не конкурент театру совершенно, а нового. То есть человек вот эту песню запомнит, а вот эта песня из этого музыка. А из этого, потом он увидит DVD-диск. А, здесь эта песня, вот я это куплю. А, если я здесь, может, я в театр скажу, посмотрю, откуда, где это театр. Я считаю, что это, наоборот, реклама. Конечно. Абсолютно. Мы только за. Если речь идет о том, что там кто-то это споет после того, как у нас это прозвучит на сцене, авторские права – это вопрос другой. А то, что Александр Сергеевич сейчас сказал, я абсолютно с этим согласна, потому что это даже почетно в известном смысле, если мы первыми будем исполнителями, и из нашего спектателя песня пойдет людям на большую скромность. Я скажу, что вот Собор Парижского Коматери прошел спектакль. Буквально через полгода, через год этот можно было диск купить в магазине во Франции. И это не конкуренция, опять-таки, потому что не приедет сюда человек из Владивостока, смогу сделать спектакль, ему денег не хватит, чтобы приехать или из других городов. Значит, будет смотреть Петербург только. А так диск распространится, и алюбики, как говорится, в этом тоже не верят. Абсолютно. Спасибо большое. Извините, давайте… Привезли его, привезли. Илья Аркевич, улыбнись, что там все такое дружко. Илья Аркевич, вот такой вопрос. Вот надолго вы с Александром Сергеевичем в этот раз в Питере, что еще посмотрите? У нас тут другие мюзиклы, хорошее и разные. Насколько вам интересно вообще быть в Питере? Чем занимаетесь или отступаетесь в «Амбассадоре»? И вот еще три вопроса. Вот тут всего три дня, а дальше какие будут серии и в каких театрах? Все спереди? Да, да, да. У меня в основном литература. Это книга, которую мы сейчас в Киеве выпускаем. Я написал книгу «Батин», которая в форме замечательной книг, которую с Владимиром Ачаловым. Он был главным художником только один в свое время. Буквально через месяц, полтора, нам видит. Там 60 басен. Кроме того, у меня впереди Моцарт с тремя французскими пропозитами. Мы поедем на Бабире в Париж, в Нимае. А когда в России? В России? В октябре должна быть припевать. А, вот припевать. Да, вот, вот. Там замечательный материал. Ну, потому что французы живут в одном городе с оценками на месте. Ну, так же. Они у него учат, кстати, вталь. Ну, вот. Что, Ир, что, что мне еще? А, ну, да. Мы создали детский хор. Замечательный зеленый фуражки. Там дети, граничников. Это у нас благотворительная работа с Ирой. И в марте месяцем мы создали. Они уже пять раз выступали в Кремле. И сейчас на дне армии тоже будут выступать. И, в общем, хорошие ребята с чистыми глазами. И коммерческие. Ну, я скажу, детский коллектив. Сколько? Сто долларов стоит, чтобы ребенка поставить первый ряд. Пятьдесят, а тот второй. Кошмар. Я узнал так. Все эти некрасивые там. Там, да, все это кошмар просто. Мало того, что там родители платят по 800 долларов в месяц. Это для нас неприемлемо. У нас все бесплатно. Тем более, на время, когда долларов принимают. Да, тем более, да. Тем более, что и у нас даже преподаватели, лестницы, девочки порой бесплатно работают. Потому что им очень нравится это. И настоящее. Что у нас еще? Это мой директор, поэтому я все увидишь. Я отвечу. Миша, мой вопрос. А вот сколько будет? В Питере, ты всех припишешь. Я посмотрел три спектакли. Все, и куда-нибудь поеду. Следующий спектакль и выход в марте. Спасибо. Альфон Сергеевич, вы не можете разговаривать. Дорогие друзья, мы должны отпустить творческую группу, потому что они устали, а у них скоро следующий провод. Во-первых, хочу поблагодарить всех выступающих сегодня. Мы всем желаем успеха. И, пожалуйста, подойдите к администраторам театра «Харамболь». Кто хочет записаться на спектакли, подойдите там, Лена. Я считаю, что делать. И что-то все припишешь. Как важный. Спасибо.